Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос на самом деле не простой, потому что касается ребенка, подростка, 13 лет. Он учится в математическом классе, вот, пишет мама. Учится сильно сказанно, еле перебивается по натуре тотальный интроверт, нелюдимый и сильное увлечение метро и трамваем. Весь в этом, снимает свои мини-фильмы, абсолютный эксперт. Считает это главным жизнью. Сам по себе ребенок обучаемый и способный, имеет черночайший кругозор. Пошел в фильме класса, как бы другие классы, просто вырешил настоящих девиантов и учебы как таковой там в принципе нет. Несмотря на то, что фильм рискует не написать экзамены через две недели, уходить категорически не хочет. Привык к школе, к классу, к учителям. Вчера стоялся довольно тяжелый разговор с числами математики. Она сказала, если я не найду рычаг и способ взаимодействия, его придется из класса исключить. Интересно то, что она представила мне это в свете того, что проблемы чуть ли не у него одного. Но, ситуация такая по классу в целом. Проблема у многих – дети в стрессе и депрессии. Я совершенно не знаю, что мне делать, оставить его часами заниматься математикой невозможно. Переходить в другое место он категорически не хочет, на домашнее обучение тоже не хочет. Я постоянно в стрессе и здоровье сильно пушат на воспитах. Пытаюсь объяснить ему, что нужно заниматься, но пока получается не очень. Учителям всем советую взять репетиторов, но он и с репетиторами заниматься не хочет. Я просто не знаю, как выйти из этого круга. Это гласного, мурного проекта «Математический вертикаль». Решает педсовет по итогам экзамена. Вот я об этом и говорю. Приводиться не хочет, усилия прикладывать тоже к психологу не хочет. Только слезы, истерики, замуты круг. С репетитором не хочет заниматься, уговаривать без полезных. Смотрите. Я думаю, что поскольку к нам обращаетесь вы, да, то первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это то, что вы пишете, что у меня вопрос по попроску из школы. Но вопроса, как такового, вы не задаете. Его попросту нет. Да, вы пишете, я не знаю, что делать. Но вы не спрашиваете ничего. И поэтому мой вопрос такой, что делать, чтобы что. Вот что важно. Поняться в первую очередь, что делать, чтобы что. Да? Следующий момент. Не кажется ли вам странным тот факт, что ребенок идет туда, где вроде бы должны раскрываться его способности? Вроде бы. Но у него там получается плохо, а уходить он не хочет. Это странно. Странно и то, что вы пишете про людей, которые учатся в других классах. Что это сборище настоящих девиантов. И учебы как таковой там в принципе нет. Вот мне бы хотелось узнать, чьи это слова ваши или это слова вашего ребенка. Потому что если это ваши слова это одно, а если это слова ребенка, то другое. Следующий момент. Как бы как в этом лично заинтересованы вы? То есть мне кажется, что судя по вашему описанию, вы очень сильно во все это вовлеклись. Хотя касается это исключительно вашего ребенка. И это его дело. Что он будет делать? Не сдаться на экзамен и так далее. То есть мне кажется, что проблема здесь в том, что вы не сталкиваете ребенка с ответственностью за свои действия. И что учитель разговаривает с вами, а не с ребенком. Мне также кажется, что вы много внимания уделяете собственно говоря классу в целом. Вы говорите про других детей. Что у других детей депрессивное состояние и стресс. Откуда вы это узнали и как вас это вообще волнует? Не совсем понятно. То есть такое ощущение, что ваше восприятие себя зависит от того, как учится ваш ребенок. Вот это большая проблема. Потому что вы и ребенок не одно и то же. Потому что вы не отвечаете за своего ребенка. За его действия вы не отвечаете. Вы отвечаете за то, чтобы он имел все, что необходимо. Одежду, еду, дом, хорошую атмосферу. Но больше вы ни за что не отвечаете. И у меня такое ощущение, что все ваше восприятие ребенка сейчас это учеба. Большая проблема, что вы практически, судя по описанию, не взаимодействуете с ним по сути как мать и сын. Вот. То есть вы, что называется, как бы ассоциируетесь у него с чем? На мой взгляд, это большая проблема. Потому что вы не учитель. И вы, как бы, к учебе его, ну, относитесь по стольку по стольку, а как бы с точки зрения только, наверное, какой-то помощи. И не более того. И вот, на мой взгляд, это то, что вам сложно признать. Потому что сложно отпустить, сложно, ну, пустить вот все в этом смысле на самотек. И позволить ребенку просто жить и просто сталкиваться со своим опытом. А вам просто быть с ним рядом. Вот что-то вам это делать мешает. И, конечно, мне очень интересно, что. То есть, вы говорите о том, что ребенок не хочет ни того, ни другого, ни третьего. Это означает, что он уверен в том, что за него проблемы решат. И мне кажется, что такую уверенность у него создаете вы своей гидропекой. Тем, что помогаете ему. Может быть, даже вот чрезмерно. Тем, что вы решаете за него какие-то вопросы. И тем, что вы ему объясняете, что нужно учиться. Но ему это интересно другое. А это давление в школе с вашей стороны не добавляет ему какой-то свободы и мотивации. Я хочу сказать, что вы учебу здесь ставите на первое место. Я хочу сказать, что вы учебу ставите выше своих отношений с ним. Я хочу сказать, что вы стали в какой-то момент видимо видеть в нем своего сына. А начали видеть только ученика, которого нужно заставить учиться. Понимаете, какая штука. И если помните, я говорил о странности того, что ребенок пошел в класс сильный. У него там не получается, он оттуда не уходит. Это про то, что от него чего-то ждут. И как мне кажется, я конечно не знаю всех-всех деталей. Но как мне кажется, это и ваша надежда на него. Это ваши ожидания от него. Вы, на мой взгляд, навесили на него ярлык. Вы называете своего ребенка по натуре тотальным, интровертным и нелюдимым. Есть сильное увлечение интровертным. То есть вот так вы видите своего ребенка. Тотальный интроверт. Но откуда вы знаете, что он тотальный интроверт? Даже если все на это указывает, не факт, что он интроверт. Есть вынужденные интроверства, когда по натуре человек не интроверт. Но, скажем так, ему приходится им быть по ряду причин. И в целом есть такие вот нюансы. Поэтому я думаю, что работать здесь нужно в первую очередь с вашей тревожностью. Работать здесь нужно с вашим чувством стыда. Работать здесь нужно с вашим отношением к ребенку. И работать здесь нужно с ответственностью. С разграничением ответственности. С личными границами. Которые, увы, вами сейчас игнорируются. И игнорируется вами это от слова совсем. То есть принять ответственность вашего ребенка. Принять его неудачу. Принять то, что у него что-то не получилось. И нормально на это отреагировать. Вы не можете. Вы сливаетесь со своим ребенком. Когда от его успеха зависит ваше восприятие самой себя. Принять то, что еще в отношениях у вас помимо учебы вообще присутствует. Разговариваете ли вы с ребенком просто так. Проводите ли вы с ним время просто так. Если у него отец или другая значимая фигура. Вот. Понимаете, да? Поэтому тут тоже очень важный момент. Вот. Понимаете, да? Какая штука. И мне кажется, что это то, что решает ваш ребенок. Как ему быть, что ему делать и так далее. Может быть он и не хочет экзамен давать. Вот он вообще учиться не хочет. Понимаете? То есть вам это нужно принять. А вы вот зафиксировались на учебе, ну грубо говоря. Ну все. Здесь вы делаете такую вот классическую прямо ошибку родителей. Да? Из советского времени. Когда нужно было вот кровь из носа учиться там. Даля, 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 даля. Вот. Сейчас, чтобы не дает таких преференций, таких преференций, как раньше. И вот такая вот парадигма. Понимаете? То есть в целом это вопрос про вашу тревогу. В целом это вопрос про размытство ваших личных границ. Про неуверенность вашу. Про заниженную самооценку правды. Понимаете? И это ваша, ваша проблематика. Не у сына. Ну вот. Сына то скорее всего все устраивает. Дальше. Вы пишите. Вот у сына истерика и слезы. Истерика и слез из-за чего? Вот тоже нужно выяснить. Истерика и слезы это вообще говоря, ну довольно серьезное, сильное переживание. И как бы нужно выяснить, что именно ребенку волнует. И волнует ли его то, что волнует вас? Скорее всего нет. Его волнует что-то свое. И вам нужно отнестись к этому с уважением. Потому что это выбор вашего ребенка. Вы поймите, что ваш сын уже почти взрослый. Он уже не ребенок. И относиться к нему нужно именно так. Я принимаю свои решения. Я принимаю твои действия. Действия. Я принимаю твой выбор. Но последствия отвечаешь ты сам. То есть иными словами. Иными словами. Нужно четко донести до ребенка следующую позицию. Что? Как бы. Учиться. Хоть вот. Ну хоть. Немножко да. Ну не для того, чтобы себя обеспечивать. Вы не будете обеспечивать его. Все время. Сейчас я думаю, что будет. Потому что вы уже решаете за него все проблемы. Учитель по математике говорит с вами. А не с ним. Понимаете? Какая штука. Вот. Ну и по факту получается, что вы просто заклевали. Задавили. Задавили. Мальчика. С учебы. Вот. А ведь не все так просто и не сыграл. Поэтому. Глобально. Проблемы я озвучил. Вам их нужно решать самой. Ребенка пока оставить в покое. Вообще. Вот. И в общем-то проводить на время просто. Локально. Интересно. Интересные два момента. Сборище девиантов, где нет учебы в принципе. Это слова ваши или ребенка. И как бы. Почему вы решаете? Я не ребенок. Это тот вопрос. Вы скажете, что я его родитель. Да нет. Да. Вы его родители. И вот как бы. Это приводит к тому, что вы лучше знаете как ребенка к нам. Да. Вы его родители. Вы вешаете как бы на него язык, что у него там. Тотальная интроверсия и так далее. Вот. Да. Вы его родители. Но как вы относитесь к его увлечению? Я имею ввиду метро и трамвай. Да. Вот. Откуда это? Вот. И второй момент. Это момент того, что он пошел в Филинкласс. Каким образом? Для чего? Чего он ожидал? Он, а не вы. Его это ли был выбор? Или ваш выбор? Если ваш выбор, чтобы он пошел туда. Ну вы столкнулись с тем, что ребенок не справляется. И вы столкнулись с тем, что да, ребенок не справляется, но естественно он привык к этому. И естественно он не хочет оттуда уходить. Это нормально. Поэтому просто вам нужно здесь самой стать взрослой и принять как бы ответственность за свое решение. Вот и все. Если ребенок пошел в Филинкласс, не факт, что он там как бы ну вот сдаст их взрослой. Если этот выбор был у вашего сына, ну необходимо поступить аналогично и столкнуть его с этой ответственностью. Судя по тому, что вы описываете, ребенок не осознает пока что того, что он действительно может быть исключенным из глаз. Я не знаю почему так произошло, в силу вашего отношения, в силу его самого опыта. Но пусть это будет для него опытом. Пусть он столкнется с этим опытом. Ваша задача быть с ним рядом, поддержать его, быть с ним, но не получать и не считать на вас. Вы его мать, вы не воспитатель. Как бы вы воспитали его уже своим примером. И если вы хотите что-то поменять, меня это поменялось, нужно вам, не ему. Понимаете? И я конечно понимаю, что то, что я говорю, является не совсем приятным и легким для вас. Может быть даже с чем-то вы не согласны. Может быть даже с чем-то категорически вы не согласны. И пусть это для вас будет первым опытом столкновения с реальностью. Что вы имеете право не соглашаться. Вы имеете право думать иначе. Но у этого всегда есть последствия, у этого всегда есть цена. Понимаете? И реальному миру в принципе все равно. Как вы думаете? Реальный мир он таков. Реальность она такая. Другие люди, они такие. Они не такие, как ими вы хотите их видеть. И если слова про сборище девиантов принадлежат вам, то мне для вас плохая новость. Вы одних людей считаете достойными, а других нет. Если вы говорите, что там учебы фактически нет, то мне для вас плохая новость. Учебы не зависят от места. Учебы зависят от людей. В первую очередь. Хороший учитель, как вы считаете, который игнорирует ситуацию в глаза и представляется так, что проблема у вашего ребенка. Хороший учитель, как вы считаете, эмпатичный, внимательный, гуманный. Да? А ведь это сильный класс. Это сильный класс. Это по идее сильный с точки зрения преподавания учителя. Так получается. Вы обратите внимание, на какие критерии вы обращали, вы как бы смотрите. Обратите внимание, какие критерии стали для вас важны. Обратите внимание, когда наступил тот момент, когда комфорт и эмоциональную близость между вами и вашим ребенком вы поставили ниже, чем успеваемость. Обратите внимание, когда возможность просто сесть и провести время и поговорить, посмеяться, поиграть, вы поставили ниже, чем мысли о том, как заставить своего ребенка учиться. Вы думаете, что учеба главная? Учеба закончится. Ваш ребенок вырастет. Что будет потом? Учителя уйдут. А ребенок останется. Что будет? Что будет дальше? Вот. В общем. Вопрос. Это сложный вопрос. И я думаю, что вы не замечаете, что своими действиями вы причиняете боль своему ребенку. Его истерки, его слезы – это боль. И вот самое страшное в этом то, что вы позволяете себе причинить боль ребенку ради учебы. Стоит ли оно того? Стоит ли оно того? Не знаю. Но совершенно точно я знаю, что такие люди потом в лучшем случае обращаются к психологу. Это в лучшем случае. Что будет в худшем случае, я говорить не буду. Оставлю на… О, как было? Ну, оставлю это висеть в воздухе. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам показался мой ответ слишком резким, я хотел бы извиниться. Дело в том, что, как бы, я лично терпим ко многим вещам. Но я абсолютно не терпим к тому, когда родители ставят свои интересы и решают свои проблемы за счет детей. Я абсолютно не терпим к тому, когда детям делают больно. Мне абсолютно не важно, ради чего это делается. Мне абсолютно не важно ради чего. Но я абсолютно не терпим к тому, что когда детям делают больно. Это при том, что детская психология и в принципе дети не являются сферой моих интересов. А вам, как человеку, у которой есть ребенок, почему-то это нетерпимость незнакомых. Наверное, потому что ребенок слишком близко к вам находится. Мне бы не хотелось говорить здесь банальную фразу о том, что, скорее всего, у вас нет мужчины. И вот, как бы, вы сублимируете на своего ребенка. Мне бы не хотелось говорить эту фразу, потому что я ничего об этом не знаю. Может быть, у вас есть мужчина. Может быть, вы даже живете с отцом ребенка. Но тогда почему отец никак не присутствует в этом? Вы мать, а ребенку нужен мужчина. Понимаете? Но даже если здесь все в порядке, на мой взгляд, сублимация ваша очевидна. Это же как нужно вовлечь все эмоционально, так переживать за учебу, считать ее настолько важной, не интересоваться своей жизнью и не видеть ребенка никак иначе, кроме как ученика, чтобы подорвать свое здоровье. Вот и подумайте, с кем вы воюете. Вот и подумайте, против чего вы боретесь. На мой взгляд, исключительно сама собой. Ну а ребенок здесь так. Ребенок здесь выступает своего рода маяком. Ребенок здесь выступает своего рода инструментом для вашей борьбы. Да, я, может быть, утрируюсь сейчас немного и вам кажется, что это не совсем так. Может быть. Но пока вы ведете себя так, пока вы вовлечены в это вот так, пока вы придаете этому такое значение, будут проблемы. Вы сами делаете процесс обучения своим отношением страшным, неприятным, тяжелым. Нужно быть проще. Но этому нужно учиться. Удачи вам. Всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. И я надеюсь, что вы выберете психолога именно для собственной работы. Две недели – срок, конечно, небольшой. Но не сдача экзаменов и исключение из класса – это не конец жизни. Это не конец жизни. Если ваш ребенок умный, как вы говорите, он точно не пропадет. Но вот что вы на завершение точно рискуете сделать. Это своим отношением и поведением окончательно разрушить в нем веру в себя. Лишить поддержки. Развить комплексы, если уже не развили. И, в общем и целом, обречь его на очень тяжелую взрослую жизнь. Не думаю, что вы этого хотите. Удачи вам.